Всем привет! С вами Соколана Анастасия, портал SuiteBook.ru и в этом видео мы рассмотрим кастомизацию PickerView, а также обратим внимание на работу с телефонией и вокалью. Итак, давайте по традиции посмотрим, к чему же приведут наши труды. Наш финальный проект это PickerView, который будет размещаться по центру экрана, а также он будет кастомизирован. У нас будут номера, точнее код страны мобильного телефона и слева флаг. И также мы обратим внимание на то, как корректно работать с PickerView в разных версиях iOS и что необходимо приписывать, чтобы на всех версиях iOS ваш PickerView отображался одинаково. Я заранее для вас подготовила проект, давайте тогда его посмотрим. Итак, у нас уже в асетах подготовлены значки для наших флагов, я их уже заранее добавила. Также я в Storyboard добавила PickerView и его аутлетом перетянула в главный контроллер. В нашем главном контроллере у нас по центру экрана размещается PickerView аутлетом. Также у нас есть метод ViewedVault, где у нас будет настройка, которую мы позже пропишем. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что я уже добавила специальный список моделей, которые будут использоваться в нашем PickerView, а именно я сперва обращусь в сервис и вам это продемонстрирую. У нас есть специальный сервис, где у нас хранятся данные, которые нам понадобятся. У нас модель будет выглядеть следующим образом. У нас будет строка и UI Image. Вот таким образом. Теперь я хотела также ваше внимание обратить на то, что я заранее подготовила специальное View, которое будет применяться при работе с PickerView. То есть каждая наша ячейка будет представляться не стандартным компонентом, а как бы специализированным View, который я создала. Итак, наше View будет выглядеть следующим образом. Здесь я из кода прописала, что у нас будет лейбл, который будет отвечать за отображение кода мобильного телефона страны. Слева будет размещаться наше изображение, наш флаг. Вот. И я задала статический метод Create, который нам будет порождать необходимое View. Вернемся в наш ViewController. Также разберем, что еще у нас есть. То есть здесь мы порождаем нашим моделям. То есть мы задаем Waze свойства, которым мы используем из нашего сервиса перечень мобильных телефонов со значками. И также порождаем уже свои модели, которые предназначены именно для нашего PickerView. А у нас модель выглядит будет следующим образом. Это будет поле код, title и icon. Мы уже, как бы, скажем так, стандартные настройки задали через метод делегата. То есть при работе с PickerView, как нам известно, первым шагом мы должны нашему PickerView назначить делегат. Для этого мы запишем следующим образом. И вот, скажем так, этим шагом мы уже показываем, что у нас есть связь между PickerView и нашим ViewController. Далее вот нашим ViewController мы говорим, что у нас есть, что PickerViewDataSource будет размещаться в этом ViewController, а также этот ViewController будет выступать делегатом. И для этого мы определяем специальные методы. Это количество компонент, а именно они отвечают за то, сколько будет, скажем так, разделов в нашем, одной строке нашего PickerView. Для этого мы просто указываем единицу, потому что мы будем задавать custom на специальное View, которое мы заранее создали, а именно то, что вам ранее показывал, фон NumberView. Вторым шагом мы указываем наш DataSource. DataSource у нас, как я уже упоминала, мы это сделали через Vase-свойства, это перечень наших моделей. Теперь для того, чтобы нам кастомизировать наши ячейки PickerView, нам нужно также определить специальные методы. Прежде всего, нам нужно задать размер, то есть какая будет ширина и высота у нашей ячейки. Для этого мы воспользуемся специальными методами делегата. Для этого есть метод RowHeightForComponent. Давайте высоту определим величиной 40. Аналогичный метод есть и для ширины. Как вы уже видите, нам подсказали это вид свой компонент. Давайте тогда его определим величиной 130, чтобы у нас все поместилось. И финальным как бы шагом решающим является у нас то, что мы должны определить специальный метод, который принадлежит методу делегата PickerView, и он будет возвращать View, которое необходимо отобразить. То есть нам необходимо будет создать customNumView, fontNumberView в этом методе. Для этого мы снова воспользуемся готовым методом делегата. Как мы видим, вот есть специальный метод ViewForRow, и он как раз нам необходим для того, чтобы мы вернули наше customNumView. Итак, первым шагом мы должны получить актуальную модель из нашего перечня модели, чтобы ее передать нашему созданному customNumView. Для этого мы просто передадим индекс, на котором находится в данный момент Picker. И теперь мы просто воспользуемся заранее подготовленным методом креейта нашего fontNumberView. Итак, на этом этапе готово. Далее я просто хотела отметить то, что нам необходимо будет задать также специальные настройки при работе с PickerView. И также есть специальный метод, на который я тоже бы хотел обратить внимание, который вы также можете использовать, но я его чисто ради примера приведу. И этот метод, он срабатывает при выборе ячейки. То есть, когда вы начинаете скроллить наш PickerView и останавливаете на определенной ячейке, тогда отработает этот метод, и, следовательно, вы можете обработать определенное, скажем так, значение, на которое вы попали, что крайне актуально во многих задачах. И этот метод didSelectRow. Итак, вы можете вот таким образом просто получить необходимую вам модель и провести определенную манипуляцию. Вот. То есть, мы получили модель и row текущего выбранного элемента, индекс. Итак, очень важный момент. Давайте перейдем к настройкам. И я бы в этих настройках хотела обратить внимание на два момента. Как я и обещала, мы должны также рассмотреть работу с локалью и телефонией. А именно, скажем так, из-за того, что наш проект как бы тематический, он связан с кодами в мобильных телефонах разных стран, конечно, было бы удобно юзеру, если бы он, допустим, находится он в Испании, чтобы ему было предложено именно испанский номер телефона ввести при входе, допустим, в систему. Хочу обратить внимание, многие программисты используют локаль и достают локаль, кантри-код локали. Но в данном случае это не совсем для нас валидно, по той причине, что вот тот метод, о котором я упомянула, он возвращает код страны именно той, к которому принадлежит ваш App Store. То есть, к примеру, если мой App Store принадлежит Беларуси, то мне как бы вернется именно код Беларуси. Но если я в текущем мире нахожусь в России, для меня это не актуально. По этой причине мы будем использовать специальный фреймворк, который называется Core Telephone. Вот, я вот здесь уже ранее указала, что мы будем делать. Итак, мы поступим следующим образом. Мы получим код мобильного телефона той страны, где мы в текущий момент находимся. Например, я в текущий момент нахожусь в России, поэтому для меня актуален именно код России. Для этого я воспользуюсь специальными методами этого фреймворка. Мы получаем специальный объект Carrier через специальный объект Network Info. Обращаемся к специальным провайдерам и запрашиваем у них первый элемент и величину. И следующим шагом, потому что я хотела обратить ваше внимание, мы же работаем, ну, как я уже показывала, наши заранее подготовленные модели, у нас идет верхний регистр. И для этого я полученную величину должна буду привести к верхнему регистру. Я получаю, видите, специальный код из CountryCode и привожу его к верхнему регистру. Итак, следующим шагом, что мне необходимо, мне необходимо этот CountryCode сохранить. Для этого давайте тогда я заведу константу. И назначу. В предимном случае, если я код не получила, я просто по умолчанию задам другое значение. Ну, возможно, такие случаи, к примеру, что не будут симки в телефоне. Это также возможно. Просто назначу room. Далее, перед тем, как я запущусь, мне, по сути, необходимо назначить актуальную ячейку. И для этого я воспользуюсь индексом элемента, то есть определю, какой элемент именно с таким кодом из моих возможных моделей, и просто выберу правильную ячейку. Для этого я использую метод firstIndex и пытаюсь получить индекс этого элемента. И сравниваю его с текущим CountryCode. И если я его не нашла, по умолчанию просто верну первый элемент. И финальным шагом станет то, что мне необходимо сделать select rowed, вызвать, чтобы назначить правильную ячейку. Компонент у нас один, поэтому я просто ноль указываю. И анимировано, я укажу true. Итак, наш проект почти готов. Нам остались финальные шаги, а именно нам необходимо специальные настройки прописать для iOS 14. Я вот очень обращу ваше внимание на то, что по каким-то неизвестным нам причинам разработчики Apple, именно компания Apple, она как-то по странам обновила PickerView для более поздних версий, начиная вот с 13 iOS, кажется, 13.5. При работе с PickerView накладываются какие-то странные затемнения при выборе ячейки. По этой причине нам, чтобы их избежать, нужно специально задать, скажем так, такой хак-настройку, которая нам уберет это странное подсвечивание. Для этого мы воспользуемся условием, при каких версиях это применять. Начиная вот с iOS 14, я это действительно наблюдала. Также обращу ваше внимание, что еще в iOS 13.8, кажется, и 14, при работе с PickerView, DataPickerView, там очень странно идет также настройка формата. То есть она может взлетать, и также обратите на это внимание, что необходимо задавать специальные настройки для разных версий iOS. Я воспользуюсь, скажем так, такой странной настройкой. То есть я обращусь в PickerView, к его сабьюсам, возьму первый сабьюс и назначу его BackgroundColor в Clear. Также мне этот метод необходимо будет указать, точнее не метод, а настройку, при выборе ячейки. Иначе у нас будет какое-то подсвечивание при выборе, которое нам и не нужно. Для этого я вернусь вот в этот метод, который я вам ранее указала, выбор ячейки, и просто продублирую этот код. Все как бы основное готово. Давайте же тогда проверим, что у нас получилось, и запустим наш проект. Как мы видим, вот выбрана Россия. Ну, как бы симки-то у нас и нет, поэтому у нас Rui выбралось. Если вы будете, конечно, тестировать на устройстве, выберется так страна, к которой принадлежит ваша симка. Вот. И нет никаких дополнительных подсвечиваний. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.